Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Выставка «Погружение в кинематографический мир» Алексея Балабанова начинается уже на лестнице. Речка, небо голубое — это все мое родное. Своего апогея выставка достигает здесь. Отсюда можно проследить как уже пройденные маршруты, так и еще предстоящие, где дорожными знаками название балабановских фильмов и короткие его цитаты. Здесь вся фильмография Балабанова. Игровые, короткий метр и документальные фильмы, которые он сам называл любительскими Свердловскими. И плюс те, что так и остались идеи. Маршрут между ними в придуманном ландшафте. И только так можно проследить путь художника. Сама идея путешествия, она важная для Балабанова. Все его герои куда-то едут, на трамваях, на машинах. Они все время ходят у него в кадре. Для него, конечно, идея перемещения человека в пространстве, она, собственно, и равна кинематографу. Кинематограф — это запечатление движения. То есть всегда нужно двигаться и нужно пройти путь, чтобы что-то понять. Его роман с городом Петербургом начался вот с этих поездок на велосипеде по Васильевскому острову. Никто не снимал Петербург так, как его снимал Балабанова. Никто, даже из больших режиссеров, прям больших, никто. Он его прям чувствовал. Без аудиогиды будет не обойтись. Мы услышим голоса самого Алексея Октябриновича, его сыновей и многих людей, которые размышляют о его фильмах. Начало из детства. Неуверенные и робкие шаги посетителей среди фотографий из семейного архива. А дальше траектория трансформации. И появляются кинорельсы и направление движения, которое приведет к созданию уникальных картин. У каждой работы Балабанова есть вполне определенный визуальный образ. Была задача и большое желание воспроизвести вот этот вот чувственный, эмоциональный ландшафт каждого из фильмов, такую его визитную карточку. Если ты ходишь по замку Покавки, ты находишься внутри замка. Ты открываешь те самые двери, которые открывал герой. Ты ходишь по лабиринту. Если ты находишься в фильме «Счастливые дни», ты можешь сесть в ту самую лодку. Если ты находишься в фильме «Мне не больно», ты можешь лечь на эту капнуто. Вся выставка как будто киношная история, бутафорская по природе. Склеп, трамвай, пожарная лестница – абсолютные реплики. Мешки, имитирующие обстановку фильма «Война», пахнут какао. Но среди бутафорий и декораций – подлинный ковер с бактериями из фильма «Брат», подлинные фотографии из частных архивов и подлинные видео, сохранившие образ Балабанова. Для меня здесь тоже есть определенное открытие. Вот я смотрю за вашей спиной экран, и я вижу, как Балабанов надевает бабочку в каннах, поскольку так положено. И я этого не видел никогда. Не то, что неподражаемо, но сложным выражением на лице повязывает этот странный предмет. А еще это выставка путешествия. И кроме велосипеда здесь будут еще поезда, лодки, телеги и, конечно, санвай. Однако важным здесь оказывается не торопиться, задерживаясь на каждой предложенной станции. Мир Балабанова раскрывается с любовью тех людей, что работали с ним и сохранили воспоминания. Уже 10 лет, как Алексея Октябриновича, нет с нами. Казалось бы, оценка его творчества должна устаканиться. Но нет, споры продолжаются. Его творчество было в том числе, помимо художественных больших достоинств и всего такого прочего, оно было в том числе провокативным, радикальным. Это вот его честность, она и стремление засыпить зрителя. В каждом фильме Алексея Октябриновича есть огонь, в каждом есть вода, в каждом есть или поезда, или трамваи. В каждом есть какие-то повторяющиеся образы, которые как раз создают вот эту цельную картину. Фильмы разные, а художник один.